Эти рельсы делят улицу Фабричную на две части. После них она продолжается, как улица Портовая. Они не только по-разному называются, но и выглядят. До переезда состояние на твердую четверку, а после кратер на кратере. Еще в 2020 году здесь вела работа фирма ООО «Волгопром» как победитель торгов на ремонт дороги. Под данным контракта, в срок до 15 ноября 2020 года должны были быть выполнены работы от улицы Фабричной, которая начинается от пересечения Сарджиникидзе непосредственно до речного порта системообразующего предприятия. Однако работы остановились около железнодорожного переезда. Улица Портовая со временем превратилась в полосу препятствий, особенно в период весеннего половодия. В ответе на обращение в городской комитет дорожного хозяйства, почему работы, прописанные в контракте, остановились у переезда и не были продолжены в сторону речпорта 15 декабря 2020 года, исполняющий обязанности председатель Александр Гусев сообщил, что ремонт проезжей части от переезда до порта в 2020 году не предусмотрен. Спустя два года в мэрии вновь подтвердили, продолжение работ не планируется, оно возможно, если найдется дополнительное финансирование. Между тем, в районе Юриша строилась другая дорога к новым лодочным базам. Редакция не смогла найти в сети данные о контрактах на возведение этого объекта. На сегодняшний день на всем протяжении пути дорога к Эллингам не вызывает нареканий и заканчивается довольно обширной заасфальтированной площадкой, где владельцы маломерных судов ставят свои автомобили. Тем не менее, сейчас объявлены торги на реконструкцию пути к лодочным базам. Цена вопроса около 7 миллионов рублей. Именно столько собираются потратить на вполне приличную дорогу. Дорога же, по которой в течение года перемещается более миллиона тонн грузов, обеспечивающих в большей части дорожное строительство в Саратове, по-прежнему остается на голодном пайке.